Евгений Юрьевич, за время нашей первой беседы, со времен презентации Сташевского, вы так и не ушли окончательно в политику, хотя грозились. Вы понимаете, сейчас не тот момент, чтобы уходить в полицию, потому что я вижу очень большое будущее издательского дома «Новый взгляд» в контексте шоу-бизнеса. Во-первых, ты растешь на глазах. Несомненно. Потом не хватает уже изданий, чтобы ты публиковал. Потому что те газеты, которые существуют в стране, они не вмещают. Скажите, Евгений Юрьевич, почему вы так небрежно поступаете по отношению к тем изданиям, которые породили на свет Божий? Столько лет уже существует газета «Музавоз», а вы только сейчас устроили ее презентацию. Дело в том, что я дождался того-то момента, когда издательский дом «Новый взгляд» действительно станет издательским домом. И сейчас у нас четыре журнала появилось синхронно сразу. И с этого момента, я думаю, мы действительно можем назвать издательским домом «Новый взгляд». И можем позволить себе презентации, можем позволить себе авторство Атара Кушинашвили в немеренных теперь размерах, не тех, как раньше. И я думаю, что все будет, что политику будет определять шоу-бизнес через некоторое время в стране. Я не понял одной детали. А в той зоне, которая у нас величиво называется «Вип-зона», сидит много людей, которые нагоняют состояние столбняка на население в силу своей известности. Как они относятся к шоу-бизнесу вообще? Вот я думаю, что сейчас с ними будет разговор, они ответят лучше. Я не берусь отвечать за других людей, я берусь отвечать только за себя. Я знаю, что шоу-бизнес... Есть такая поговорка, что нет другого такого бизнеса, как шоу-бизнес. И она вполне адекватна во всем мире, будет адекватна и у нас в стране, потому что в конце концов, рано или поздно, жить станет лучше и жить станет веселее. Стало быть, мы будем все вовлечены в шоу-бизнес. Или как потребители этой продукции, или как производители. Я предпочитаю быть производителем, я хочу быть рядом с тобой, Атар. Я очень хорошо понимаю вот в этой части, господин Додолева. Я напоминаю, газета еженедельная, журнал будет ежемесячный. Об этих изданиях я хотел спросить. Вот зачем нужен такой целый выводок изданий? Нужен в эпоху безвремени. Я имею в виду в смысле не чтение публицистов. Понимаешь, все складывается к тому, что мы придем к какой-то существующей во всем остальном мире модели, когда издательский бизнес станет действительно по-настоящему прибыльным. Ты знаешь, что сейчас это, в общем-то, в лучшем случае, нулевой вариант. И мы с нашими бельгийскими партнерами, с Джосом Були, известным тебе, и с его фирмой Post Shop, затеваем сейчас целую обойму, мы выпускаем журналы, для того, чтобы к тому времени, когда продукцию эту станут потреблять, мы уже на этом рынке доминировали во главе с Атаром Кушанашвили. Вне всякого сомнения я буду во главе, так же, как я являюсь сейчас центральным украшением и журнала, и газеты, говорю без всякого зазрения совести. Евгений Юрьевич, скажите, пожалуйста, не боитесь ли вы июня? Вопрос в лоб. Я думаю, мне его простят те, кто, может быть, тоже разделяет мое ощущение страха. Видишь ли, я близнец. Я рожден в июне. Я не могу бояться июня. Это мой любимый месяц. Все, что встречается в июне, это прекрасно. То, что произойдет 16 июня, будет достойно. Народ делает свой выбор. Народ всегда прав. Поэтому я всегда с народом, чтобы он не сказал. Вот так же обтекаемый Евгений Юрьевич всегда. Я хотел бы напоследок спросить. У нас сегодня презентация журнала и газеты «Музабосс». Мне начальство велело не обойтись без двух лизаблюдских враз в адрес того, кто владеет знанием о всех стилях и направлениях, Ивана Ивановича. Говорят, что его участие в этих проектах номинальное, он очень пренебрежительно относится. Его занимает только телевидение. Неправда. Дело в том, что Иван, он как бы стратег. Он вот генерирует какие-то идеи, а люди как бы их развивают, доносят. Ваня, на самом деле, очень много делает для печатного дела в издательском доме, но для «Музабосс», потому что он определяет какие-то вектора основные. Это абсолютно, так сказать, право. Я по отношению к Ивану, как к младшему по возрасту и старшему по положению товарищу, могу сказать, что он абсолютно, в общем-то, является стратегом и в этом направлении, в печатном тоже. Евгений Юрьевич Дозалев, мой профессиональный папа, печатный магнат, человек, не боящийся июня. Не бойтесь и вы, оставайтесь с нами. Поздравляю вас с презентацией. Это и моя презентация. Приветствую вас, друзья и недруги. В 90-е годы частенько мне доводилось давать интервью. Причем с беседниками моими были такие маститые, мощные, масштабные фигуры, гиганты профессии. Такие как Тина Канделаки, Атар Кушанашвили, Дима Быков, Дмитрий Дебров. И сейчас, спустя десятилетия, я иногда приглашаю их в качестве интервьюера. И, естественно, в рамках подготовки к беседе, если нахожу, пересматриваю свои интервью этим персонажам. И не без раздражения в отношении своего себя, понимая, что я очень-очень злоупотреблял стёбом. Ну, время такое было. 90-е годы. Страна выживала. Поэтому это какая-то защитная такая, мне кажется, была тема через стёб, чтобы не говорить о каких-то вещах всерьёз. Может быть, зря. Сейчас вот я смотрю, думаю, может быть, зря. Но время всё растает по своим местам. По-любому мне это бывает иногда интересно взглянуть и на самого себя, и на своих собеседников под этим углом.